Всем привет, с вами Дэн и у нас Акватика, микробренд, который довольно часто бывает на канале и который можно купить и на Алиэкспресс и на официальном сайте. И это прям супер горячая новиночка 2024 года. Давайте открывать коробочку и здесь пилотская версия, называется Акватика Horizon Hawk Pilot. Вот пилотская модель, значит карточка есть, инструкция есть. Ну и собственно все, коробочку можно отложить в сторону и давайте я сейчас эти часы распакую, в них есть интересная фишечка. Итак, пленки сняты и давайте по характеристикам пройдемся. Как видите, пилотская модель в стиле, конечно же, второй мировой. И здесь интересная фишка, это весь циферблат покрыт люминофором плюс стрелки. Такой полный люм и в темноте это будет, конечно же, максимально бомбически выглядеть. Ну и плюс прикольно, если вы как раз фанат таких вот пилотов ярких, сочных и именно ночных. И понятно, что здесь такой вот молочный циферблат, ну или белый, кому как больше нравится, но в целом я бы сказал молочный. Есть разные варианты и мне кажется, что такая версия, она может быть не самая трушная, потому что самая трушная, конечно же, белые цифры, черный циферблат. Но здесь белый циферблат, черные цифры, полный люм и выглядит прикольно. Суперлиминова швейцарская по циферблату и стрелкам. Стальной корпус, стальной браслет 316L, 300 метров водозащиты. Такой пилот, знаете ли, можно, в общем, если что, в океане переждать. Сапфировое стекло, внутренний антиблик есть. Есть механизм Seiko NH35, ну, понятное дело, рабочая лошадка надежная. Есть дата у отметки 3 часа, не особо бросается в глаза, поэтому в целом окей. К тому же подложка белого цвета, ну, опять же, нормально. Циферблат полностью в винтажном стиле, разметка такая, да, как у немецких пилотов. Здесь все по классике, по красоте сделано, даже внутренняя вот эта вот разметочка еще идет часовая отдельно. А минутная, как бы, по внешнему радиусу. Ну, хорошо. Как я уже сказал, купить можно на официальном сайте Акватика, либо на Алиэкспресс. На Алиэкспресс, понятное дело, можно покупать с рублевых карт. Ну, и актуальную цену посмотрите по ссылке, потому что, понятное дело, цены достаточно часто меняются. Плюс есть купончики на Алиэкспресс. Поэтому, ну, в целом могу сказать, что цена здесь очень-очень доступна, как и всегда, у Акватика. Корпус достаточно крупный. Сейчас посмотрим. Есть заводная головка в стиле алмаз, да, бриллианты приплюснутая. Удобно ей пользоваться. Она крупная, но она при этом не должна, в принципе, мешать, когда носим эти часы на запястье. Но главное, конечно, глянуть, что по размеру. 43, в принципе, вполне себе для пилота-то и небольшой размер. По высоте 13,2, по браслету 22, и от ушка до ушка. Ушки длинные, узкие. 51. 51. Кстати, интересный момент, да, узкие, длинные ушки. Ушки на браслете, это не так бросается в глаза. Если поставить ремешок, то будет как раз вот явно видно, что такие вот ушки, опять же, в стиле немецких пилотов, они узкие. Моё запястье 18,5. Ну, собственно, вот такая вот посадочка у нас. Я считаю, что вот по максимуму. Ну, может быть, на 18 еще пойдет. Если меньше, запястье, наверное, будет не совсем круто смотреться. Хотя нужно понимать, что для пилотов оверсайз это как раз-таки норма. Ну, на крупное запястье в самый раз. И про запас здесь сантиметров 5, наверное, есть. В общем, на любую, что называется, лапу они сядут. Плоские часы, и хорошо сразу ушки вниз уходят, браслет уходит. Поэтому посадка здесь удобная. И заводная головка, как я уже говорил, она и не мешается. Ну, и, кстати, вот здесь еще можно и поднастроить немножечко, даже еще чуть больше сделать по браслету. Браслет на штифтах, все, в принципе, здесь достаточно стандартно. Полностью матовый корпус, полностью матовый браслет. Все, как, опять же, нужно для пилотов. Все сатинирование, нет ничего зеркального, кроме боковой части ранта. Ну, здесь самый-самый минимум, вот прям чуточку так сделали. Ну, и заводная головка тоже с небольшой такой зеркальной полировочкой. С точки зрения считаемости. В темноте, конечно, будет бомбически. Обязательно вставлю этот кадр. Но наяву, что называется, да, без темноты, конечно, более контрастная версия черная с белым, она будет по читаемости лучше. Здесь читаемость в целом, как мне кажется, тоже очень неплохая. Потому что черная окантовка у стрелок, и она улучшает читаемость. Но, опять же, да, если в сравнении с черно-белой версией, то, конечно, здесь будет несколько похуже. Задняя крышка прозрачная. Здесь кастомный ротор Акватика. Может быть, я бы хотел видеть какую-то гравировочку, но что есть, то есть. И системы быстрой замены браслета здесь тоже нет. Зато вот защита 300 метров, это прям, я бы даже сказал, наверное, перебор для пилотов. Что касается браслета, то полностью матовый, достаточно крупный. Здесь литая внутренняя часть, довойного фиксатора и застежка. С нижней части браслета, может быть, немножко островато. Тем, кому это не нравится, да, то лучше посмотреть какую-то другую модель Акватика. Я люблю рубленные части по браслету, чтобы было резко, такое мощно, да, поэтому для меня окей. По корпусу здесь, ну, достаточно все гладко, плюс пухлая задняя крышка здесь вам мешает, ничего не будет. Мне кажется, браслеты, в принципе, конечно, к пилотам не очень подходят. Здесь лучше все-таки применять ремешки разнообразные, благо здесь 22 мм, подойдет много чего. Контрастные можно и черные, и коричневые, да, и много всего можно интересного поставить. Но в базе, если идет браслет, то это всегда пригодится, да. По большому счету и сам браслет вам пригодится, например, даже на другую модель часов. Но все-таки, в моем понимании, пилот это все-таки должен быть на ремешке. На полном браслете у нас получается, у нас, ток-ток-ток, у нас получается 170 грамм. Не самые легкие часы, но в целом окей. Кстати, есть вот родственные, я бы сказал, ну, понятно, в таком дизайне огромное количество пилотов. Сразу в голову приходит Хаббельтон, наверное. Соответственно, такого же плана в плане размеров корпуса, луковичной заводной головки такой приплюснутой. И, ну, понятно, что Хаббельтон будет в разы дороже стоить. Поэтому, в общем-то, выбор за вами. Ну, и другая опция, это, конечно, немецкие пилоты, тот же Лака. И там, в большинстве случаев, цены будут прилично выше. Так, корпус у нас полностью сатинирование. Вполне все аккуратно. Заводная головка прям замечательно сделана. И по циферблату тоже все аккуратно, все приятно. Печать ровненько, хорошо. Здесь мне все нравится. Ну, и полный люм, конечно же, не помешает. Ну, и кто хочет посмотреть на сеечку, пожалуйста, вот она под задней крышкой. Что хочу сказать по итогам. Пилот. Пилот. Классический пилот от Акватика с отличными характеристиками, отличной ценой. Здесь все сделано весьма и весьма приятно на высоком уровне. Поэтому, если вы присматривали себе пилота, опять же, в стиле Второй мировой войны, то можно вполне себе посмотреть на Акватика. Тем более, что по цене эти часы могут прилично выигрывать у своих конкурентов из той же Германии или тем более Швейцарии. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.